В сентябре 2020 года гражданам стало доступно банкротство в упрощенной форме. Для этого не требуется привлекать финансового управляющего, а вся процедура занимает не более шести месяцев. Но сумма долга при таком виде банкротства не превышает 500 тысяч рублей при прохождении упрощенного банкротства через МФЦ. Главное правильно подать заявление, указать всех кредиторов и перечислить задолженности, а также собрать минимальный список документов. Об этом и расскажем в статье. Условия упрощенного банкротства. Если сумма долгов из лица 50 до 500 тысяч рублей, нет дополнительных источников дохода, ему разрешается подать заявление через МФЦ. Но в Госдуме рассматривается законопроект, который позволит гражданам подавать документы через портал Госуслуг. Пока что подать заявление на упрощенное банкротство разрешается только через МФЦ. Согласно закону номер 127 ФЗ 1 сентября 2020 года, все граждане, у которых нет денег на оплату долгов, имеют право подать заявление на прохождение банкротства в упрощенной форме. Услуга доступна также для ИП и самозанятых. Что сделать перед началом банкротства? Для запуска процедуры банкротства в упрощенном порядке подтвердите два условия. В СББ не выявили имущество для продажи в счет погашения задолженности. Долг от 50 до 500 тысяч рублей. Проверьте эти условия до обращения в МФЦ. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Даже долги по коммунальным услугам и штрафы в ГИБДД, которые превышают указанную сумму, иначе получите отказ. Проверьте наличие долгов через следующие онлайн-сервисы – ФНС, ГИБДД, МФО. Помните, если не укажите кредитора, в котором задолжали денег, процесс банкротства приостановит. Придется заново собирать и подавать документы. Пример Анастасия работала сутки напролет и забыла, сколько задолжала банкам. Она посчитала, что должна нескольким кредиторам около 350 тысяч. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. РУП и не стала проверять всю сумму задолженности через налоговую службу и делать запрос в БАКе. В итоге выяснилось, что Анастасия забыла еще одного кредитора, которому должна 180 тысяч рублей, вместе с пеней и штрафами. В процедуре упрощенного банкротства была отказана, так как общая сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей, чтобы не попасть в подобную ситуацию и быть уверенным в результате. Заранее проверьте все долги через сайты. Документы для прохождения банкротства. Из личных документов для подачи заявления потребуется паспорт с НИЛС и ИИН. Сделайте копию документов в цветном виде. В черно-белом виде документы не принимают. Закажите выписку из ПФР через сайт или очно. Чтобы заказать выписку онлайн, воспользуйтесь порталом Госуслуг. Если отсутствует статус ИП, закажите выписку об отсутствии зарегистрированного ИП через Йогреб. Список дополнительных документов выглядит следующим образом. Свидетельство о браке или расторжении. Озвучено Яндекс.Спичкит. Документы о расторжении брака потребуются, если договор расторгли в течение последних трех лет. Копия брачного договора. Если был составлен брачный договор, сделайте копию и заверьте у нотариуса. Есть дети. Копию свидетельства о рождении детей. Инвалидность и справки о тяжелых заболеваниях. Обратитесь в поликлинику. Присвоен статус безработного. Возьмите справку с центра занятости по месту жительства. Образец заполненного заявления. Пример общая сумма долга Ирины превышает 200 тысяч рублей. Работу потеряла. Других источников дохода нет. Решила подать заявление и собрать документы самостоятельно. Ирина уже получила официальный статус безработной и состояла на бирже труда, но забыла взять справку и сообщить об этом МФЦ. В итоге в оформлении банкротства была отказана из-за недостоверных сведений. Ирине пришлось заново писать заявление. Подача заявления на упрощенное банкротство. Для подачи заявления обратитесь в МФЦ. Постановление ФСПС подтверждать и копировать не потребуется. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Главное, проверьте сами, что приставы закончили дело. Если сумма долга превышает 500 тысяч рублей, вы вправе уменьшить сумму долга, рассчитавшись с некоторыми кредиторами, чтобы пройти банкротство в упрощенной форме. Если ваш долг превышает 500 тысяч, воспользуйтесь стандартной процедурой банкротства. Это более сложная процедура и требует финансовых затрат. Обращайтесь в компанию МПК. Тщательно проверим документы и поможем оформить заявку. Получите бесплатную консультацию по прохождению стандартной процедуры банкротства физического лица, оформив онлайн заявку. После заполнения контактных данных в заявлении, на втором листе будет список по открытым счетам, вкладам и статус СИП. Список кредиторов, которым должны деньги, заполните отдельно. Укажите в форме следующие сведения, местонахождение и название кредитора, если это компания. Реквизиты кредитного договора. Сумму долга, включая пение и штрафы. Копию списка кредиторов с суммой задолженности приложите к заявлению. Подайте подготовленные документы вместе с заявлением в МФЦ по месту жительства. Разрешается подавать документы не только лично, но и через представителя. Сотрудник МФЦ внизу заявления поставит дату принятия документов на рассмотрение. Обязательно ставит подпись и печать МФЦ. Запрещается подавать документы почтой. Оформите онлайн заявку на бесплатную консультацию и получите советы специалиста по подготовке к банкротству. Озвучена Яндекс.Спичкит. Проверка документов и заявления. Менеджеры МФЦ проверят заявления и прикрепленные документы. При обнаружении ошибки или несоответствия процедуру банкротство приостановят. Если документы в порядке, а должник соответствует заявленным требованиям, в течение трех суток сотрудники МФЦ опубликуют извещение о банкротстве в Йофрск, кредиторов о начале процедуры заявитель уведомлять не обязан. Это забота банков, которые проверяют сведения по своим источникам и федеральным ресурсам. Когда будет запущена процедура банкротства, долги, штрафы и пени перестают начисляться. Длительность процедуры не превышает шести месяцев. Что делать, если появились деньги? При появлении дополнительного дохода, заявитель обязан уведомить об этом МФЦ. На это выделяется пять суток с момента изменения о дополнительном доходе. Если банкрот не уведомит об изменениях МФЦ, банкротство приостановит. Когда должник получает неофициальный заработок и в МФЦ не могут проверить данные, уведомлять об изменениях не обязательно. Пример Леонид подал заявление на упрощенную форму банкротства в мае. Собрал документ, указал список кредиторов, прикрепил цветные копии. Сотрудники МФЦ проверили и в течение трех дней внесли запись в Йофрсп о начале процедуры банкротства. Общая сумма долга перед кредиторами у Леонида составляла 180 тысяч рублей, запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Но через три месяца после подачи заявления должник получил работу на стройке с окладом в 80 тысячах рублей, Леонид обратился в МФЦ, чтобы приостановить процедуру банкротства и рассчитаться с кредиторами. Что будет, если не внести кредитора в форму о банкротстве? Когда должник забывает или целенаправленно не вносит кредитора в список упрощенной процедуры банкротства, заявители ждут неприятное. Последствия Кредитор, которого нет в списке, вправе обратиться в МФЦ для прекращения процедуры банкротства и передачи дела в арбитраж. Сотрудники МФЦ отреагируют на заявление кредитора, изучат дело и вынесут решение. Если требования кредитора будут обоснованы, процедуру банкротства в упрощенной форме прекратят и направят дело в суд. Признание банкротом После признания должника банкротом, все долги перед кредиторами будут списаны. Информацию о банкротстве МФЦ публикует в Йофрсп, текст озвучен в Яндекс.Клауд. И если после признания банкротства кредиторы будут требовать возврата денег, банкрот вправе обратиться в суд. Что касается последствий банкротства в упрощенной форме, то они ничем не отличаются от стандартного банкротства. Мы уже писали об этом в статье «Последствия банкротства физических лиц». В присвоении статуса банкрота нет ничего страшного, с появлением упрощенного банкротства количество пройденных процедур возросло в разы. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Подписывайтесь на канал. Всем пока!